Основные задачи нашей Академии это функциональность, привлечение, дети, дети сейчас выписаны, родители тоже благодарны. Сколько у вас больше? У нас 16 больше. Самое большое количество в Москве, да? Да, да, да. Поэтому у Академии есть все возможности сделать самую большушку. Вы долго изучали вопрос? Да, потому что с такого, как здесь, в Москве. Сколько детей всего занимается в Москве? Всего контингент какой? Сколько всего человек? Человек 700. 800 человек? Да, около 800 человек. Идет наполнение какое? Постоянно, да, потому что сейчас увеличение, да, постоянно. Каждый день приходят, каждый день звонки, всем все нравится, и вот такие полки приходят, ну, в общем. А откуда ребята приходят? Из каких районов? Значит, есть лежащие районы и есть дети, которые приезжают из Москвы. Но это наши профессионалы, которые приезжают, которые тренируются здесь, которые подвесные ленируются. Это уже те люди, которые учатся на международные тренируются. Потому что вот с открытием, с открытием Академии у нас уже прошел не один детский турнир. И корпус построен на кормировым стандартам, и поэтому мы уже летом планируем провести с первой международной. А какой уровень тренерной работы? Профессионалы, у нас тоже профессионалы. И как мы работаем, мы следим за тем, чтобы они, как сказать, отслеживали все, все многонечные претенции, следили за своим источником. Пожалуйста. Мы считаем, что основным является инфраструктурным делом. Поэтому мы начали с начала с тенниса. Да, с тенниса. До конца года мы хотим открыть общественные бани, детский образовательный центр и небольшой магазин. Мы все образовательные центры. Вообще, в идеале, мы хотели бы сделать школы IB, то есть англо-американская, 300 детей. Ну, и сколько, какие вопросы технического характера. Потому что здесь небольшой супермаркет, аптека, все, что мы не любим, мы хотим заканцевать. Все это хозяйство, все это перспективное штуки мы хотим до конца года сделать. Только после этого мы заступаем к жилью. Строим один пилотный дом для того, чтобы убедиться, что дом строится правильно. И с этим делаем все понятно. Потому что на сегодняшний день люди все больше и больше придряют внимание тому, чем они будут заниматься. Доброй жизни у них сформируется. Само жилье представляет из себя эта малоэтажка, это четырехэтажный. По сути, это коттеджи. Человек в них может купить квартиры и десятки. Какое население? Мы считаем, что это бизнес-класс. В нем могут переживать люди более высокого достаточного. Потому что инфраструктура, наверное, называется достаточно уникальной. Те люди, которые хотят, чтобы их дети могли максимально для себя занять. У них все возможности. Как нельзя кстати для этого проекта? Ну и понимаем, потому что у всех свои дети. Мы понимаем прекрасно, что если мой ребенок выглядел, то играл в склере. Потом у него школа и вся вот эта затея. Родители понимают, что выходные, они могут пойти в баню. Все, что им нужно, они могут купить в супермаркет, купить за кольцом. И всю эту историю. Мы очень долго изучали, ездили по миру, смотрели. И, как нам кажется, мы в это верим. Поэтому мы вкладываем в этой силе. Хороший проект. И старались. Правильно, то, что вы начали со спорта, и вы себе потом уже отнесли поэты. А сейчас сложно, видимо, объяснить, что это будет потом. Надо что-то сделать, а потом его привлечь. Конечно, ладно, успехи. Хорошая школа, как тренеры. Мы хотели бы выразить огромную благодарность, потому что, кстати, в Москве не было место, где наши дети могут заниматься любимым видом спорта и спорта. А мы, родители, можем быть спокойны, потому что мы заверяем надежную работу. Ну, это один из немногих проектов, когда я разрубаю сначала спортивный объект, а потом пытаюсь уже построить жилье. И получилось не просто какие-то объекты, а одна из самых крупных школ вообще в России. В столице. Мы могли бы с этой темной задачей развиваться. Чем больше и больше не пишут, и мы приходим. Хорошо. Развезли. Потому что мы не успели. Нравится мне заниматься. Да. Давно занимаетесь? Да. Только от 30 лет. Сколько уже занимаетесь? 3 месяца. 3 месяца? Вы занимаетесь. Молодцы. А до этого вы занимали? Да. В Москве идёшь сюда? Да, нет. Слава Богу. Молодцы ребята, старайтесь быть чемпионами. Ну в тень твоей спонсории. Да, следую вам. Давайте. Давайте, я вам... Давайте, попробуем вы?... ПОПРОБУЙТodelock. Субтитры делал DimaTorzok Мы надеемся, что этой ракетой вы будете пользоваться в нашей академии Одна из самых главных проблем на территории было отсутствие поликлиник Вообще проблемы с детскими садами, со школами, с поликлиниками особенно Большой поселок, здесь была маленькая амбулатория, приспособленная к помещению Часто первоклассные, современные поликлиники Таких четыре поликлиники одномоментно выросли на территории Новой Москвы Это хороший задел для медицинского обслуживания населения Пойдемте посмотрим Здравствуйте, как дела у вас? Как оборудование, я скажу, что так Как вы думаете, много здесь пациентов возглавит? Должно быть много Поликлиники не было, население просило, как можно быстрее поликлинику построить Или современную поликлинику, я думаю, что вас от других клиентов не будет Мы тоже так думаем Успехов вас Здравствуйте 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 Точка 16 лет работает Врач общепрактики, детей принимает, взрослых будет принимать Нормальные условия для работы? Очень хорошие Не душновато, если Ну, вентиляция работает Вентиляция автоматически Регулируется, да? Да, да, все, вентиляция Ну, все новое, ну, я думаю, объявляюте уже С новостей, с новостей Спасибо большое Спасибо Как вам поликлиника? Очень, очень, вообще Прекрасно, довольна, да А то вы ничего не говорите, я думаю, зря я ее поспал Нет, нет, нет Дай вам доброе здоровье Спасибо большое Только нам еще специалисты Потому что вот первое, что мне задавали, такие наиболее серьезные вопросы Это отсутствие поликлиники, здесь же маленький абулаторный центр Вот мы в четырех таких поселениях Сейчас врачи есть, даже дневной стационарии, стоматологии Так что лечитесь Нет, лучше не болеть Мы теперь в Рюкзане есть не в апреле, в Коминор Фоминск Только спасибо вам Доброе здоровье